так им привет продолжаем текстурируем да вот этот как бы тумбу тивиль и там туалетный столик соответственно зеркало надо затекстурировать зеркало так думаешь какую-то подсветочку надо сделать вот в общем поехали упрощение за качество видео да они дам не такие ламповые как вы привыкли никогда мне этим всем заниматься и видео я пишу в режиме live да так что в общем это процесс это процесс вы наблюдаете за тем как я обычно работаю и тупить это в общем в этом нет ничего страшного это то с чем я сталкиваюсь постоянно так возьму выделим да вот наш объекте так я скрывал все объекты зеркало пока не надо слышь нажимаем все пропадает и тоже перейдем в кошечка шейтинг вот нажимаю слышь наблюдаем за нашей штукой этой так она будет деревянная да там будет какой-то белесое дерево какое-то да сейчас придумаем но тут у нас сразу же появится проблем так я нашел текстуру вот такая она если чего гуглиться она по запросу текстура дерево дерево она со швами до переходите в картинке инструменты размер большой еще за на где-то появится вот она а это по моему как-то там то есть ламинация swisspan или как-то от ягер дсп и у них тоже есть эти текстуры да то есть это можно брать а вот из этой текстуры я постараюсь до выжать кое-что другое вот ее буду использовать не бесшовно вот такую как есть и как раз посмотрим какие проблемы будут так и первая проблема да я говорил что объект трехмерный и как-то ей нужно сюда с позиционироваться на него так первое нажимаем new сделаем пусть будет называется так вот он наш нодик да дальше берем выделяем нод нажимаем control-t напоминаю такая штука сработает только если у вас выбрать но в аддонах not wrangler еще раз preference вот тут пишите моды not orange это ошиб порядке в нодах наводить not wrangler это вот очень нужная штука кстати читаю в блендере да я использую 292 теперь вместо привычного розового цвета стал что-то черный да обычно если в блендере текстура не назначена то есть видите блок сейчас пустой ничего не открыто обычно был розовый цвет ну что-то по ходу изменили на черный ну и давайте выберем эту текстуру нажимаю open и смотрю где ее желательно эту текстуру переместить в папочку с проектом да давайте я сразу ее сюда закинул youtube project вот эту еще себе возможно пригодится какие-то вот эти в порядке в общем наводить так закинул нажимая open да сразу же наша папка с проектом открывается и вот она будет тут лежать вот первое да то есть вы ее назначили и мы ничего не видим вот давайте еще создам plane и покажу если мы назначим ее на plane что произойдет ее же да вот я назвал я молодец теперь сразу же выбирается почему-то назначили на plane у нас все появилось да это потому что когда вы создаете этот plane на вот я например новый создаю вот есть менюшка последних операций это плейные тут видите галка джин и рейтю и вот если бы мы сняли эту галочку то юви координаты бы не генерировались если мы применим к этому такой play мы увидим как и вот здесь когда это происходит опять же в данных нашего объекта есть пультики ве мэпс и как видим у нашего плейна есть юви координат если я их удалю мы тоже получим вот такую вот штуку так удаляем плейны и поехали дальше как можно решать эту проблему принципе если бы у вас был какой-нибудь бокс грубо говоря да так ускорено не уподобаясь все подробности эти то вы бы выбрали там джин и рейтед выбрали там бокс и в общем то мы что-то получилось на но пока что опять же удненько тут нужно будет там текстурку например куда-то по растягивать на например вот сюда видим да вот наше что-то проявляется в эту сторону взяли растянули и возможно тут добились какого-то результата но переходим сюда тут у нас как бы все плохо ну давайте тоже попробуем узить чуть-чуть ну что то есть опять же у нас вроде текстура с хорошим разрешением а вот тут таялится она но мы можем конечно там все это попередвигать но все равно вот она таялится соответственно наверное мы чуть-чуть ее тут растянем ну растянули тут и тут у нас какой-то уже результат не тот возможно нам можно будет ее покрутить там на 90 до градусов и что-то изменится вот ну тут что-то изменилось тут опять все поломалась и в общем вот так вы можете крутить до бесконечности да это уже как бы можно сказать сложный объект и так не прокатит вы можете использовать текстурные координаты самого объекта да то есть сейчас в данном случае давайте этот паз башки эти значения единички вот ну опять как бы не то да у нас в роли координат типа как бы объект он ну грубо говоря рисуется какой-то бокс коробка из каждой стороны проецируется текстура вот но давайте еще на примере можно вместо этого объекта использовать какой-то другой от если например добавлю м тег и добавлю пусть будет кубик этому кубику мы ничего не можем выбрать мы его можем использовать в роли как бы наших координат да вот я использую теперь если я буду вращать кубик там или перемещать или масштабировать то этот кубик мой управляет моей же текстурой да я его могу и вертеть и смотреть что происходит и возможно даже как-нибудь и добиться нормального результата да там с позиционировать все куда-то покрутить нужную сторону так да ну тут у нас что-то не то опять пошло пути стоит бокс да с этой стороны нормально с этой не нормально давайте его повращаю теперь по оси x вот этот rx 90 ну короче да так можно делать в общем до бесконечности это не наш метод вот поэтому я в этот уберу и тут мы уже поработаем непосредственно севе и создадим ее потому что у нас много вот всяких таких моментов вот тут например текстура дерево должна пойти вот так а вот здесь в наших уголочках до развернуться и пойти вот сюда вот ну и вообще а у нас появится больше инструментов больше возможностей то есть первое я беру подключаю киви координаты все у нас будет наша текстурка дальше мы переходим во вкладку и видитинг опять нажму слэш вот мое выделение осталось так тут сейчас кое-чего уберем клетки а смотрите тут я еще вот по удалял у вот этих от балок верхние закрывающиеся до крышки они мне реально не нужны вот то есть их не видно соответственно они мне не надо вот вот эти видно поэтому там как бы их оставил но в принципе можно было тоже убирать они эти не надо вот снизу например если я выделю вот эти вот объекты там целиком shift аж нажму на вот эти вот крышки так точно можно удалить они не будут видны так ладно понимаю что для многих да это такой сложный момент юви координаты особенно я раньше сидел там в 3d макси никогда в общем-то я к ним и не доходил там есть модификатор ювима и в общем-то мне для мебели всегда его хватало никогда не прибегал и киви координатам но когда начал разбираться оказалось что это очень круто так у нас есть тут 2 2 поля мы сразу же уже в режим edit мод зашли дай будем тут редактировать наши объекты вот этот пространство как бы нашей текстуры и на нее одну куда она проецируется да то есть текстура плоская у нас и мы будем делать вот наш объект трехмерный пытаться делать плоским да то есть мы будем выделять какие-то моменты например нажимать букву делать анбра вот и видите он на плоскость разворачивается когда я так сделал нас сразу же автоматом подключилась текстура если вдруг у вас не подключилась вы ее можете тут выбрать дай мы уже будем видеть как вот наши детальки будут позиционироваться на плоскости да то есть тут я видите могу уменьшать увеличивать это вот один какой-то элемент у меня и смотреть что меняется сейчас тут меняется да как-то не очень хорошо то есть видите она плоско потянуто все равно все дело в том что перейдем в шейдинг юви когда вы выбираете вот тут никакого бокса не должно быть дамы плоско и и накладываем выбираем флэт и все появится дальше опять перейду юви эдитинг и вот теперь я в этом поле горячие клавиши все такие же народ видите проецирую наши элементы на нашу текстуру вот вот это и есть до процесс вообще как боевые развертки мы пытаемся нашу модель привести к плоскому виду чтобы уместить ее вот на каких-то там кусочках так и как вот тут поступим есть опять же самый простой такой ленивый метод это выделить все нажатию или а тут вот видите менюшка юви и выбрать смарт юви project да и тут он в общем-то сам порежет наши элементы в зависимости от угла то есть если угол меньше там 66 градусов он не будет его резать он будет считать что это один и тот же как бы элемент если выше это будет создавать разрез ну давайте я нажму окей и посмотрим что получилось видите наши элементики вот здесь вот они порезались вот так как-то расположились и в принципе да тут это неплохо мы можем вот на этой штуке выделять и вот здесь будете видеть элемент который вы выделили и вот тут ну давайте раз-два видите как элементы у нас качат соответственно процесс текстура проецируется как бы не очень а еще у вас могут они не скакать эти элементы если у вас не включен режим синхронизации то есть у вас будут вот вот так будет показываться только элемент который мы выделили да для того чтобы увидеть всю сетку вот здесь нажимаете эй в этом окне вы выделили да и тут тогда она будет видно тут же теперь можно снять выделение и выбирать опять же с чем вы будете работать там или с вершинами юве развертки вот или ребра целиком там полигон и то выбрали переместили куда-то вот или же выбирать острова так называемые до кусок один такой как бы сказать меш на это остров кусочек вот вот сейчас я выделил на то есть смотрите я вот здесь его выделил теперь позиционирую у меня меняется там текстура то есть я могу этот кусок взять увеличить к примеру да но главное чтобы вместить в один квадрат нашей текстуры потому что если вы будете выходить за пределы текстуры это у нас видите уже шов тайлинг потому как текстура не бесшовная вы можете вот здесь вот на вкладочке view клацнуть вот этот checkbox и вы увидите типа как на самом деле дата лица текстура и что будет происходить если вы будете как бы выходить за пределы нашего квадрата вот на беру пока отменина есть квадрат и что так не видим вот короче даже да с палками я по выделяю их они в разных координатах а мне бы этого не хотелось мне хотелось во первых чтобы и текстура была развернута да то есть волокна и шли вот так вдоль и чтобы рисунок как бы не прерывался вот в таком случае я сейчас вот да вот эти вот куски в принципе нормально да я развернул можно и ленивым методом smart newbie project а вот с этими кусками мне нужно поступить иначе я нажму shift аж спрячу не выделены сниму выделение и вот этим кусочком я просто сделаю анврак так смотрите-ка альтаж показать все да не до выделял нужно же выделять в режиме wireframe чтобы выделить точно целиком вот теперь нажимаю shift аж вот цвет и что нам тут надо сделать если я просто сейчас нажму ю и анврак получилось как бы до черти что наши как-то по полигоны вот они ну вот такими кружками получились кстати по идее даже они это если я сброшу всю твою ю и они каждый полигон он растянется на эту плоскость давайте в общем попробуем альта shift аж альт аж показал все нажму ю и у тут раз о видите то есть каждый теперь вот каждый элемент полигон вот это растянулся на всю область и вот такое вот у нас такая химия получилась вот нас же это не устраивает давайте вот начнем с верхних вот этих вот элементов 6 z выделяю их вот shift аж спрятал не выделено и с ними теперь поработать опять же могу опять нажать ум анврак да то есть тут тут как-то они опять как как ее развернуть на плоскость вот такую до трубчатую штуку ну я не знаю компьютер блендер тоже по ходу не знает поэтому наделал вот каких-то таких странных штучек на то есть я вот где-то выделяют это тут полигон как-то он их вот так как-то они по разворачивались это нас не устраивает текстуру мы на них особо так с такой разверткой не наложен поэтому мы будем использовать вернее но инструмент марксин метить швы для этого я перейду в режим от ребер и вот здесь по выделяя буду выделять швы делать по сути разрезы я как бы вот трубчатая моя бумажка склеена я говорю где я ножничками разрезаю чтобы она развернулась и приняла плоский вид я сделаю это здесь здесь вот то есть беру как бы с невидимой такой стороны где не видно будет моих туда никто заглядывать да и это задняя стенка заднюю стенку вообще в принципе можно было удалить ну ладно оставим вот так вот эти выделяю и нажимаю теперь control е или вот вызываем менюшку для работы с ребрами здесь есть пунктик такой пометить шов марксин видите они стали красненькими и благодаря этому я выделяю теперь все и теперь нашей развертки команде ангра она уже будет разворачивать модели с учетом помеченных швов да как бы прорезей вот и как бы смотрим как они теперь развернулись и этот вариант меня устраивает да то есть тут я могу выделять уже каждый элемент давайте в режиме синхронизации передаю тут выберу работу с гранями да то есть вот я выбираю элементы нажимаем l выделю это вот отдельный у меня элементе и он развернут вот так вот то есть мы видим теперь как текстура уходит и нигде ничего не прерывается но нам нужно еще их развернуть на для этого я выделю вот это все нажму r90 а теперь у меня вот фактура пошла вот так длину еще я могу взять и увеличить да только вот увеличу по вот этим краям вот в эту сторону по оси игрок да как бы тайлинга я в общем-то и не замечу вот а по этой он хорошо виден смотрите вот если перенесу нам и сразу видим эту полоску вот а когда те позиционируется вот тут давайте выйди людей этот квадратный пример вот она да то есть мы вот здесь по сути не видим ничего до этого шла даже если этом по передвигаю до шла такого явного нет вот поэтому могу как бы да и я мог бы ну тут есть несколько вариантов взять там все эти от острова еще понакладывать друг на друга да это типа оверлапы но нет ничего страшного особенно в архитектуре до чтобы тайлить свои текстуры когда то есть мы выносим за пределы квадрат она у нас просто повторяется это практически то же самое что вы бы его тут оставили на вот эту часть выделили бы как-то эти части тоже их по накладывали ничего бы не изменилось ничего такого бы не произошло ведь как видим у нас все осталось также ну давайте я отменю это для наглядности вот мы видим наш вот этот блок в принципе я его могу даже отодвинуть и вот сюда а еще даже увеличу чтобы увеличить как бы качество нашей текстурки вот передвину да то есть по сути вот с этими планочками мы уже справились когда текстура тайлинговая то плотность пикселей вы бы могли менять без и не видели бы этих швов да но над этой текстуркой надо будет поработать и сделать ее таковой или скативать текстуры бесшовные вот так тут уменьшим оставим перейдем в другим деталям нажимаю alt h то есть показываю все и тут будем работать с другими уже элементами вот в принципе да тут как я говорил я их могу развернуть все вместе давайте я вот этих верхних которые уже сделаны из control зажимаю и сниму выделение а для этих теперь нажимаю у смарки и project и вот эти детальки у нас разложились дальше важно да плотность текстурой здесь одна здесь другая да это почему я выделяю видим да то есть это длина палки и она у нас занимает все расстояние текстура это маленькая история соответственно мы тут также видим эту текстуру как она проецируется нам надо все увеличить да и увеличить так чтобы все это было равномерно то есть не было где-то больше текстура где-то меньше для этого я возьму сначала выделю все перейду в пункте киви и сделаем его рейдж айландский да то есть мы все это дело усреднили вот затем я растащу вот эти вот детальки вот эти вот острова сейчас приподниму чуть выше а вот и али ну вот так и теперь их увеличу по как бы по габаритам вот моих самых длинных палок до вместе с этими вот увеличил и я их те равномерно увеличил и это хорошо теперь мне нужно их там как-то по раскладывать зависимости от направления тексту выделю пока что куда-то перенесу и буду уже брать нужные мне часть например начнем вот с вот этой на то есть вот есть одна а вот вторая и это вместе у нас один элемент так и вот эти вот текстурки да я выбрал одну нажимаю g перетяну выберу эту опять же перетяну чтобы я видел как бы эти кусочки да так вот не в этом окне g нажимаем а вот сюда переходим g нажал так что опять дайте скринкаст пропали вот тут я хочу чтоб текстуры шли все в одном направлении до потомкают этой части соответственно я выделю вот этот элемент нажму r90 и этот элемент тоже r90 видите я изменил их направления принципе тут как мне там захочется могу и тут их вылаживать могу и накладывать и так одну на другую как в общем захочу на приблизительно в одном месте одинаковые текстурки например займемся дверками выделю 1 2 я сейчас заметьте в режиме синхронизации выделил тут увидел где эти кусочки здесь взял их например нажму r90 покручу дальше я хотел например дверки вот тут чтоб шла и текстура совпадалось да поэтому я их как бы максимально возьму так вот приближу друг другу соответственно если вы это посмотрите на текстуре да вот она у нас идет и все четенько совпадает и тут все хорошо на совпадает замечательно вот то есть где-то положили вот тут уже не делаете не меняйте масштаб на потому как будет где-то плотность выше где-то меньше этого не нужно текстура разрешения хорошая все хорошо так давайте вот эту часть на возьму вот сюда где-то приложу возьму эту часть r90 покрутил положил вот тут например я хочу чтобы эти части совпали да значит мне нужно вот тут подогнать ага и видите вот здесь да я вижу что это ну вот эта сторона вот она например что тут нужно сделать а кстати все хорошо я возьму просто ее перетяну вот так и тут их сопоставлю так чуть не получается возьму от зеркалью нажимаю control m y по да то есть вот эту вот текстуру я перевернул по оси y от же ждал у нас y просто ее от зеркалил показал наоборот вот и теперь видим да у нас тоже шовчик совпался а кстати да еще одна иногда нам может мешать вот это выделение видите она немножко затеняет тогда можно перейти вот тут в overlay и снять галочку вот эту face на и теперь мы контру при выделении видим а затем не не он не делает и так нам легче понимать что с текстурой так вот эту часть да тоже выделили и сделаем так же самое р-90 покручу и тут тоже хочу поставить смотрю где у меня ага у меня вот да вот это вот край 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 и мне в общем то да чтобы совпоставить текстуру нужно поместить вот одинаково да то есть по сути вот тут шовчик составите все хорошо но у нас появится шов тут-то в принципе неплохо получилось да за счет того что шов спрятаны вдруг мы тумбу удалим он тогда появится однозначно этот шов поэтому я тоже и возьму от зеркалю нажимаю control м x на пассе x от зеркалю и теперь тогда нажимаю g вот видите она уже перевернулась и вот здесь сопоставляю и теперь да у нас тоже все хорошо и получилось так этот элемент просто берем его сюда где-то закинули хорошо так вот это будут в принципе у нас тоже все нормально вот он стоит с той стороны да тут часть же мы не видим в принципе можно l выделить h спрятать ну тут видим как бы с ней все хорошо альтаж покажем вот эти части до заметные и надо как бы текстура чтоб в этом направлении шла вот поэтому р-90 можно тут их и оставлять до никуда не трогать выделили опять не забывайте вот сюда курсор переводить r90 тут нажимаем вот под если вы это сделаете здесь r90 то получите такую какую-то штуку а то есть нужных нам местах так вот эти элементы тоже перевернем раз вот он 2 2 так швов не нужно выбираю раз два и перенесем чтоб они влезли о да и тут тоже если есть такая необходимость составить шоу видите сейчас не попадает то тогда берем наш элемент и по оси y двигаем вот получилось вот ну и с этими например частями да тоже там торцевыми так эту давайте тоже перенесу что нашли не попадала торцевые части в принципе торцевые части там вообще клеится как бы филенка да но вот такие вот элементы можно назначить вообще другой материал можно также с вот этими на совместить тут у нас сейчас совмещено с этими где вот они дверки были да можно отсюда подставить у нас как бы текстурка торген что-то это по моему вот другая дверь да это вот это вот можно так сопоставить так ну и где-то вот таким до макаром все это делается опять же если эти части вам нужны будут на то нужно с ними все то же самое проделать и нос то покрутили вот эту часть тоже покрутили можно шифтер нажать вот и главное сделать так вот видите тут много частичек вот если вот тут попадает это значит там будет шов виден но все вот эти места скорее всего они у нас где-то на какие-то он там невидимые можно в принципе по перетягивать вот эту часть это наверно низ нашего до шкафа или какие-то внутри полки да вот принципе опять же если не нужно можно этим не заниматься но в общем никто вам не мешает их сюда все по затягивать есть еще запаковка на то есть есть такой пунктик вот если я выделю вот эти нажму юви и где тут пак айландс он их сюда за но он не поддерживает как бы оверлап они друг на друга не накладывается тогда я отменю эту операцию общем да то есть тут ручками взяли какие нужные элементы вот чтобы они не вылазили у нас за пределы на что там нечаянно где-то шов не получился когда у вас бесшовная текстура у вас в общем-то этих проблем не отсутствует можно не мучиться так я вот по накладывал все эти элементы зато я буду не бояться какой-то момент этом взять этот шкафчик например и при открытии я буду знать что тут у меня с текстурками как бы все в порядке внутри шкафа вот так в общем да с наш шкаф этот делали есть нажмем теперь слэш покажем все и перейдем дальше вид шейдинг он кстати да не надо показывать все так я говорил что из этой текстуры хочу сделать какую-то берез да для начала я возьму эту текстуру буду использовать ее на канал ровность она у нас сейчас как бы цветная да если вы ну в общем то если вы ее на будете накладывать вы уже увидите эту фактуру но хотелось бы ее подрегулировать да тут точно так же у нас где белый пиксель там будет максимальная шероховатость где черный пиксель на на картинке будет попадаться там у нас как бы максимальная глянца вот я эту возьму текстурку обесцвечу для этого можно использовать этот конвертер color ramp вот и сюда подключаем кого сюда подключаю этот вход к ровнесу вот и теперь я нажимаю control shift и левый клик да видите опять not viewer вот и мы видим сейчас изображение на выходе из этой ноги и вот тут я вижу много черного цвета это значит много глянцевой тости да я могу это разбавить белым вот так натягаете ползунки могу добиваться там разных результатов и если на них сейчас посмотрите из шейдера на давайте где-то какой-то шум блик вот словить видите мы уже банально просто шероховатостью бы увидел видим фактуру дерева а и вот этими параметрами можем крутить ее больше меньше да также мы можем и видите нашу базовую текстуру и как она с ней сочетается видите какой интересный результат также этот результат еще можно менять его яркость если сюда добавить кого rgb кривые вот сюда в клинью да то есть делать вот еще какой-то тоже прикольный или сюда будет более такая глянцева глянцеватая поверхность то есть его сделали что-то вот такое также тут как вот этой шероховатости можно добавить фактуру я уже показывал что можно на нормал использовать not bump доведем вектор bump подключаем норму к нормам а сюда вот этот цвет отсюда возьмем на хейт и видим появилась шероховатость такая жуткая давайте тут уберем до 0 1 на все равно великовато 005 напишу возможно даже еще меньше можно еще вот этим дистанцем ее чуть убрать или оставить дистанц на один тут 001 о чуть-чуть есть и хорошо да то есть получилось вот такое дальше в принципе да мы как могли использовать ее могли не использовать мы могли использовать просто цвет на такая окрашенная древесина а также из этой текстуры я мог бы как-то получить какую-то и по белую до более-менее а я могу использовать опять же not call a mix rgb да то есть смиксовать несколько каких-то цветов по какому-то фактор да и тут например я подключу один это моя текстура вот видите тут я как бы в пропорциях 50 на 50 микс тую и вот с каким-нибудь цветом который мне интересен вот до что получается и тут могу или больше дать этой текстуры или вообще как бы убрать на сделаю что-то вот такое еще я наверное ее тоже обесцвечу шитой кава конвертер color м добавим сюда вот вот теперь она стала у нас черно-белое тут я тоже могу ее да как бы менять давайте он прошить клик нажму например сделаю более такие выраженные черные втуки так тут более белая она пусть будет да но при этом теперь появилось затенение мы вот такой вот результат опять же ее можно использовать было через мультиплайта дабы мы накладывали как бы черные пиксели ну к примеру вот так я сделал а вот здесь ставим на мультиплай и вот этим вот теперь мы больше меньше делаем вот этой черноватости вот а тут сделаем цвет белый ну или любой вообще другой какой захотите я где-то так вот какой-то такой молочный но чтоб видно было нашу фактуру дерево ну вот наверное такое пойдет так теперь давайте сделаем зеркало да сделаем его светящимся зеркало зайдем а зеркало у нас еще до сих пор до сих пор кривая обезьян да давайте я его сконвертирую object конверту в маш на так появилась вот такая вот штука отвратительная штука да у нас тут и паски по подождите давайте я это делаю наверно отменю так отменю вот здесь мы немножко меньше чем меньше даже не знаю так короче уберем уберу вот эту геометрию что я тут делал да и экструд и все и оставим просто кривую и ее возьмем конверту меш сконвертировали точек то тоже как-то много control z отменю сейчас еще раз сделаем тут 12 по умолчанию ой теперь сконвертируем конверту маш так смотрим на точке но как отлично выделяю все нажимаю f захар теперь я экструдирую чуть-чуть вот теперь сделаю ой сделаю вот так вовнутрь на чуть-чуть их перенесу за натур так такой бортичек у меня будет из какого-то размытого зеркала ну давайте ай еще вот так чуть побольше теперь перейду вид сбоку сбоку нажму так скажем и опять е и сюда выдвину вот и вот тут сделаем в паске и вот здесь здесь и вот здесь нажиму control b хватит так и с этой стороны тоже шифтер повторил да то есть сделал получил такое зеркало так еще внутри у меня будет подсветка поэтому сделаю вот так сделаю опять е выдвину хотя чуть-чуть надо было больше грани или придется сгладить да мы тогда сгладим давайте я тогда тоже добавлю вот здесь еще раз и два control b добавим фасок так отлично возьму выделю один лук нажму 6d сделал его так сейчас чуть-чуть увеличу так равномерненько с x и сделаем его отдельным элементом нажимаю p selection и теперь его возьму object convert to кривую с конвертира перед тащим куда-то сюда и добавим ему толщины так посмотрим неделю он там не пересекается вроде бы все хорошо это будет наша подсветка так отлично теперь назначим материалы 1 new это сразу до зеркала давайте значит зеркало это металл класс шероховатости нет а получили зеркало видим вот эти вот штуки нехорошие принципе кью шейтс нутс вот и добавим нормалс автосмутс ну такое нам пробуем добавить модификатор subdivision о чуть потянулась стало интереснее вот и тут все как бы округлилась но какие края носу тут не очень острые надо было оставлять лучшего то 36 нам бы не пришлось никаких subdivision of добавлять у нас были бы реальные вот не сглаженные а такие как надо как надо края ладно уже сделал так сделал на зайду еще тут по добавляю просто фасочек вот в эти элементы чтобы острее угол у меня общем получился вот а там уже не интересно на ну вроде бы острый угол так получили зеркало вот например на вот этой части зеркало да вот здесь я хочу получить его более размытым на поэтому я возьму перейду в материалы и сюда нажимаю плюс добавлю новый что также покрутим металлик давайте сайн применим сразу же вот металлик покрутил и ровность а вот тут ровность у меня как раз таки будет побольше и вот такое такой момент и нужно его чуть расширить да потому что у нас вот эта фасочка она растягивается при сглаживании это сетка под поскольку она пытается сгладиться да потому ребра и тянутся контрол плюс нажму еще и расширил я выделения на видно и теперь посмотрим ну теперь все там где надо да то есть вот эта часть такая мутная будет зеркало это это зеркало вот эту всю мутность параметром ровность можете отрегулировать как нужно так дальше дальше вот эта вот часть она у меня вообще наверно в зеркале по нажимаю тоже контру плюс и еще раз добавлю вообще какой-нибудь просто черный наверно цвету типа пластик там какой-то так хорошо а вот этому элементу нажимаем new и выбираем место принцип лет шейдер да вот здесь можно изменить сразу же выберем и миши выберем какой-нибудь желтоватый цвет и там где-то не знаю 150 она начала светиться вот а то есть зеркало сделали ставим слэш есть как я говорил да в или вы не увидите отраженного света это можно будет увидеть только если переключитесь на cycles перейдем в режим рендеринг предпросмотр вот у меня стоит по моему еще дады но и зинхи для view порта и для рендера поэтому вот видим вот так без шума могу поубирать и видим что мы тогда да вот можно также нажимать control b и выделять участок который вы хотите смотреть чтобы не нагружать сильно компьютер и вот тут в принципе можете регулировать яркость свечения вот вашего того объекта то есть ленты так сказать так control alt b это опять показать как бы все вот так ну и мы тут затекстурировали да уже вот этот тумбу нашу ну давайте что-то попробуем с цветками сделать так ну для цветка нам придется наверно погуглить листик цветка да давайте сейчас картинку какой что-то за цветок но имя точен язык так в большом разрешение да в принципе что-то найти может есть поискать текстура на где-то вот это обрезанная какая-то не пойдет вот есть какие-то листики принципе с них что-то и можно еще смудрить но что-то на не сильно похоже ну давайте я возьму например вот эту картинку сохранить картинку как так youtube пусть будет так теперь до нажимаем слэш нужно всему вот этому придумать что мы сниму делать первое идем выбирая например вот этот вот листик сейчас давайте первое что назначаем материал нахожу вот ту текстуру которую я выбрал так есть и применяем войска да опять ничего не видим потому что у нас у нашего объекта юви карта ну как там не совпадает далее я перехожу опять юви эдитинг вы оставим наш цветочек вот есть на один листик например я нажимаю у ангра и вот он появился дальше выберем текстуру на на которую я буду это проецировать и тут нажимаю rg и начинаю как бы брать вот эти точечки перейду в точечки и начинаю их двигать а только режим синхронизации тогда придется снять это же не важно да и мне надо все это типа уместить вот на этом листике по точечкам давайте подвигаю вот сюда-сюда сейчас посмотрим главное чтоб у нас подтяжек никаких не было тут заброшу ну и пытаясь его выровнять по нашей текстуре да вот и что-то получается но получилось то тут это желтовато я де то давайте его попытаемся убрать кстати можно и делить форму но вот сейчас а ну то есть можно контроллер применить и как бы намного лучше ее тут спозиционировать но я этого не буду делать потому что я все это хочу накопировать на остальные листики да не каждую так листик брать и где-то позиционировать это очень долго а я очень ленивый меня очень мало времени поэтому я не буду этим заниматься вот я немножко куда-то тут передвину уйду вот сюда пытаемся избежать желтой до листвы желтой стороны ну в общем сделаем как-то так вообще с листиками там тоже есть отдельная история можно запекать карты нормально и делать чтобы у них на одном плей не фаски были и все такое не буду сейчас даст этим там заморачиваться сделал вот так дальше выделю листочки ну так нажму control плюс чтобы выделить целиком объекты и нажму п пайлус партс да то есть я все эти листики по отсоединял в отдельные объекты идите не все разные вот ну что у них общего это один мэш один и тот же и я могу теперь и им скопировать юве развертки вот с этой на остальные элементы я делаю вот этот активным нажимаю control или материал у нас скопирован да то есть он был применен всему цветку а я теперь делаю трансфер юви мэпс и видим да теперь все листики стали такими же то есть тут мы могли там ну в общем если опять же время у вас есть можно посидеть и поделать разнообразные текстурки да у меня это не выйдет ну теперь я в общем то опять могу это все слепить до купы нажать control g да и вот это один цветок везде все назначено и вот эти вот назначенные части если я выделю все эти листики control плюс видите у них везде у всех одинаковые координаты вот эти вот штуки и называются оверлапы когда вы один объект на другой делаете да то есть накладывается перекрытие перекрывают они друг друга вот то есть есть кусочек мы его назначили так давайте дальше там еще какой-то горшок сделаем какой-нибудь ему цвет давайте создаю еще материал плюс пусть он будет не знаю каким-то коричневого там что ли то нет не нравится мне сейчас на регулирует так выбираю теперь горшок l и сайн да так только тут у нас у нас еще сейчас модификатор для viewport detail поставлю меньше а на рендере пусть будет три еще я могу модификатор же отключать вот тут у меня вроде как земля должна быть control плюс нажму и создам еще один материал плюс с назначаем кладем слот тут что-нибудь будет коричневая да над этим в общем не заморачиваюсь вот а этот сделаем его шероховатый перейду еще в шейдинг добавляю shift a текстур но из текстур вот и вам сделаем 5 шейдинг вектор бам вот норма с норма и фактор на хрит так и увеличим так это я не тому материалу да я взял земле это сделал то в принципе земле тоже это понадобится пусть будет вот а еще ж горшку это надо сделать я возьму тут скопируете ноды control c нажимаю выбираю материал горшка там правая тут соединяю а и тут там вот так брать еще на превью больше сделаем пока стрейдж меньше тут наверное на 1000 увеличу о да какой-то вот такой цвет еще теней что ли сделать или возможно вообще их какие-нибудь на сделать там яркие ну тут поиграться надо будет они зеленые цветы зеленый горшок и вот оранжевый вот да сделали этот цветок но опять же цветку там можно по добавлять какой-то там можно не более блестящие у нас листики будут возможно вы хотите что тоже эти блики были с шероховатостью тогда там на ровность накрутим яркость порегулируем кола rgb кривые на может они вот там где-то черные части блестят а тени так блестят вот так давать вообще все можно дай капельки там и в общем и были тому подобное так сделали цветочек чтобы вот этим да не мучатся мы его просто удалим этот цветок копируем так вот так попробуем этой шторой сделать опять же со шторкой можно перейти на вот этот сайт сиси текстурс да и найти там есть разделчик фабрик можно перейти категории вот и тут есть различные материалы ну допустим вот такой опять там 4k возьму сохраню так где он извлечем и пойдем эти текстурки теперь по назначаем для шторы материал new нажму control shift и зайдем найдем текстуры тут тоже окружен кола дисплейсмент нормам ровность давайте ее там подключилась вот тут мы сразу можем да тут есть ячейка какая-то большая там увеличен например 3 сделаю о чем тут хорошо опять же мы можем вот эту саму текстуру видите она черно-белая сейчас control shift клик на черно-белая то есть миксовать с каким-то там каналом то есть в любой момент о чем я говорю вы можете подключить сюда кола миксер джиби вот ее сюда поставим поставим в режиме мультиплей вот то есть вот эту фактуру сможем регулировать вот а тут выбирать цвет цвет наших штор да допустим вот так этот же материал можем теперь ук на эти класть и все у нас хорошо вот опять же когда ваших проектов не знаю поиграетесь у вас возникнут трудности с просветом солнца тогда крутим параметр sub surface вот ну думаю эти такие пробные как бы видео вы мне опишите о своих там проблемах трудностях с которыми вы стал столкнулись да и мы запишем еще видосики именно уже по ним а также в следующих сериях ну с этой полкой думаю тут разбираться нечего вот кровать особо тоже ничего сложного возникнут проблемы с креслом да с вот этими ручками и как нанести эти все текстуры как сделать кожу и вот наверно с креслом а кресле мы поговорим уже в следующем уроке а также у нас сейчас нет по моему в нашем окне стекол да я же их не делал вот я их намеренно прятал и говорил что они нам будут мешать лучи солнца не проходят я создам стекла также мы назначим им шейдер корректный до чтобы свет проходил вот и выглядело все хорошо а вы можете в общем-то попробовать до попробовать по назначать материал стекла кстати я по моему и забыл его да как его дать если есть сейчас добавлю мартышку опять вот сделать мартышку стеклянный можно добавить новый материал и накрутив параметр transmission и опять же чтобы тут ее видеть viewport display ставим также там альфа-бленд и включаем скрин спа из рефлекшен вот тут давайте шейд смуз сделаю какая-то она странная да сделалась дать и ровность уберем ну вот вроде бы стеклянная ну как бы корректное стекло да у нас какая-то заполненная сейчас сюзанна во первых в настройках у нас это сейчас если мы перейдем стайкл с у нас в общем-то все хорошо будет стекло как стекло да но или это real-time движок и все тут работает немножко иначе вот поэтому для или нас тут включена рефракшен включен да то есть это прозрачность есть этот включал неплохо было бы задать ей еще толщины да и тогда что-то более менее похожее можем получить во вьюпорте то есть работает и преломление и все такое так скрин спейсеров в общем включены да то есть стекло ничего трудного нет можно было использовать и принципы без дев а также можно было шейдер использовать глаз так и называется да вот и будет как бы тот же самый результат тоже есть шероховатости есть коэффициент преломления и ор вот так ладненько да на этом будем заканчивать пишите свои вопросы в комментариях подписывайтесь пишите то есть заходите в группу в telegram в общем не стесняемся спрашиваем не стыдно спрашивать стыдно не знать так что все всем пока до новых встреч